Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и у нас долгожданное обновление мобильной версии Mortal Kombat X, где разработчики добавили аж целых 5 новых персонажей. Более подробную информацию вы можете найти в группе Mortal Kombat X Mobile, а также на сайте igaomobile.ru. Заходите, там много всего интересного. Ну, давайте приступим, посмотрим, что обновление нам принесло. Итак, у нас изменилась левая панель, новые сообщения, а также ежедневные задания. Смотрите их, как много стало. То есть, помимо душ, мы, в принципе, можем еще немного золотых монет заработать. Здесь вот входите в игру вечером с 14.00 до 5 утра. Кто такие сумасшедшие есть, интересно. Также примените в бою атаку союзника и много другого. То есть, раньше у нас было всего три миссии ежедневных. И, конечно же, у нас охотник на нежить Джонни Кейдж. Есть ранний доступ, но нам ранний доступ не нужен. У нас уже открыто испытание, которое я уже один раз прошел на нормальной сложности, и у нас остался последний бой. Да, самое приятное я приберег для вас, дорогие друзья. Ну что, попробуем завалить этого охотника. Честно, я не знаю, по какому принципу добавляет персонажев разработчики. Вот Джонни Кейдж вот этот нафиг, в принципе, не нужен. Кто со мной согласен, ставьте большой палец вверх. Джонни Кейджа и так слишком много в этой игре. Поэтому лучше бы добавили какого-нибудь Такеду. Но все еще впереди. Есть все-таки и плюсы этого обновления. То, что нам добавили Шинака. Кто-то мне раньше в комментариях писал, типа, блин, вот бы классно было, если бы добавили Шинака. И вот Шинака добавили, друзья. Ну, пока мы лупим Джонни Кейджа. А также добавили еще Кракена Рептилию. Видео, на которого я обязательно сниму для вас. Ну, а сейчас у нас пока охотник на нежить Джонни Кейдж. Сейчас Кейси ему надерет, может быть, задницу, либо он надерет нам задницу. Я выбрал почти всех самых мощных персонажей своих. Он, по-моему, всем уже почти прописал X-Ray, кроме Кенши. Зачетно, но Рейден еще жив. Ух, ух, по яйцам прям. Ну вот и все, наш охотник на нежить Паул. И так, мы получаем 65 душ. Неплохо, неплохо. И бледная татуировка. Которая у меня уже восьмого слияния. И она... Восьмого слияния? Почему седьмого-то? Странно. И вторая карта Джонни Кейджа Охотника на нежить. Его я не особо успел прокачать. Поэтому будем сейчас мы его прокачивать. Так, помимо всего этого, зайдем в магазин. И у нас появился набор испытания. Где мы можем получить как раз Джейсона Вурхиса, Мелину, Ронина Кенши, Соню Холодную Войну, Люкана и Эйрона Блэка. Предлагаю купить. Давайте купим. Посмотрим, кто мне выпадет. Душ пока достаточно. О, Джейсон Вурхис неостановимый. Неплохо. Неплохо. Но я бы лучше кого-нибудь другого. Люкана, например. И давайте еще разочек. Посмотрим, кто выпадет сейчас. Ронин Кенши. Неплохо. Неплохо. Кстати, последнюю башню надо было пройти как раз, чтобы в нашей группе или команде был Кенши. Ну, и давайте еще один раз. И я думаю, достаточно на этом. Ууу, Джакс Брикс. Неплохо. Неплохо. Он у нас только второго слияния. Все. Пока я на этом не буду покупать наборы. И, кстати, да, писали подписчики по поводу набора карт за 30 золотых. Здесь иногда выпадают золотые персонажи. У меня выпадали они не раз. Так что у кого слишком много золота, рекомендую потратить и получить каких-либо персонажей золотых. В основном вылетает у нас здесь вип Джонни Кейдж. Ловкий рептилий, по-моему. И еще какой-то персонаж. Не помню кто. Ну, в данный момент у меня что-то никто не выпадает. Ну, давайте не будем тратить на это время. Нам нужно прокачать Джонни Кейджа. Посмотреть, что это за новый персонаж такой. И я предлагаю нам... Кстати, у меня есть Инджастис Скорпион. Все-таки он мне выпал. Вот ловкий рептилий у меня есть. И ведь кто-то еще у меня выпадал. Не помню только кто. Давайте возьмем Эрона Блэка. Пока мы сейчас немного прокачаем нашего Джонни Кейджа. Посмотрим его приемы. Джонни Кейдж! Давайте ему первый. Прием полностью прокачаем. Отлично. И мы выполнили задание. Получили аж одну тысячу золотых. Прям пипец как много. Ну, кстати, давайте посмотрим его пассивные умения. Джонни наносит на 30% больше урона бойцам из преисподней. И если противник воскреснет, сила Джонни мгновенно увеличивается на 50%. Вау! Это плюс! Это плюс! Если мы деремся против каких-нибудь Джейсона Лурхеса и, например, против Куанчи. Это большой плюс. Ну, а сейчас мы его немного прокачаем. Хотя бы до 10 уровня. А там уже... И добьем его до 20. Ну, X-Ray мы, в принципе, видели. Так что нам нужно посмотреть сейчас второй его прием. Не вижу смысла еще тратить время на этого персонажа, так как он... не впервые здесь. Вот на Шинока, я думаю, стоит будет потратить побольше времени видео, побольше поизучать этого персонажа. Обязательно подписывайтесь, кстати, если хотите увидеть обзор на Шинока, узнать мое мнение, стоит ли этот персонаж, так скажем, того, чтобы получить его, или нафиг он мне нужен. Но, если честно, я смотрел в группе Mortal Kombat X Mobile, там Шинок выглядит очень эффектно на скриншотах. Кому интересно, можете пройти, подписаться, там всегда полезная новая информация выходит. Ну, а также я с вами делюсь всеми обновлениями. Если честно, мы уже с декабря, получается, ждем обновления, когда же добавят кого-нибудь уже в эту игру. Ух ты! Какой ты! Давайте-ка возьмем Джонни Кейджа. Че он тут может-то? Смотрите, он драться может. И по яйцам, наверное, ударить еще. Ох, нехило. Это просто нам персонаж легкий попался. Хотя нет. Неплохо, неплохо. Не разочаровал он меня. Молодец, молодец. Итак, восьмой. До восьмого левела он прокачался. Джонни Кейдж. Джонни Кейдж. Удар тени с полулета. Ну, давайте прокачаем. И одну карту спецприема используем. Ну, отлично. Давайте еще один бой. Посмотрим его второй прием. Если он, конечно, успеет его накопить. Когда вышло испытание на Эрон Блэка, мне не очень понравился этот персонаж. Какой-то он был виловатый. А сейчас мне прямо вот честно нравится им валить просто всех. Великолепно. Типа говорит Шао Кан там или чей голос у нас закадровый. Ух, я думаю, Джонни Кейдж сейчас может отхватить люлей. Поэтому нам нужно поменять персонажа. Лавки, рептиля. Мафака. Интересно, добавит ли в будущем Борайчу. Ну, посмотрим, что за прием у него. И... Ух ты. Прикольно, прикольно. Немного, но удивили. Также разработчики в Твиче проводили видео-встречу, где показывали, по-моему, Сайрокс или кого-то из новых персонажей Mortal Kombat XL. И там один из разработчиков сказал, то, что выйдет новый скин Кейси Кейдж. В смокинге. И именно этот персонаж будет в мобильной версии игры. Вот я бы хотел очень поиграть этой красоткой. А также будет еще у нас Джеки Брикс Киборг. Вот это тоже очень интересно было бы посмотреть. Давайте мы Джоника прокачаем до 20-го левела. Карт повышения уровня у меня достаточно. Пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете об этом персонажу. Понравился ли он вам? Честно, меня он ничем не удивил. Я больше жду Шинака. Потому что Шинак это новый персонаж для мобильной версии игры. И интересно, как он будет себя вести. Какие у него приемы и... Так, стоп. Куда я убежал? Нам нужно рентген прокачать. Ну а после всего этого, я думаю, попробовать наборы за 30 тысяч открыть. И удостовериться, что разработчики не пофиксили баг. Или может это даже не баг. Может это просто удача. Сулит нам. И у нас попадаются золотые персонажи там. А, вспомнил. Там еще Саб-Зиро Крио Мансер появляется. Иногда. Вот. В основном что-то он руками и чуть ногами бьет. Хотя нет. Ноги тоже он задействует. Он больше похож, кстати, на героя фильма Охотники на Ведьм. Там брат с сестрой были. Ух, черт. Хорошо, что... Скорпиоши не сильно прокачаны. А то бы он сейчас меня уделал просто. И Икс Рэй я бы не показал. Тише, тише. Кот на крыше. Рэптайм. Ах так-то, да. Бля. И давайте Икс Рэй на Скорпионе. Немножко челюсть. Немножко лобовую часть ему снесли. После такого точно не встают. Вот он вроде какие-то звуки произносит, а рот-то вообще не открывает. Давайте еще красиво это сделаем. Зачетно вообще. Ставьте лайки, если вам понравился этот прием. И мы вновь выполнили еще одно задание. Отлично. Ну, давайте вернемся в магазин. И давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Ну, также набор преисподней есть. Набор Охотника на Нежить, который стоит полторы тысячи рублей. Далее, набор Союза, набор Снаряжения. Давайте набор карт за 30 откроем. Прям как своя игра. Набор карт за 30. Ну, золотого персонажа у нас здесь не выпало. Ничего страшного. Мы все это продали. И откроем еще раз. Для чего я это делаю? Чтобы люди не писали, типа, да нифига ты не откроешь. В наборе за 30 тысяч золотого персонажа. Тут только серебряное. Ну, не я один открывал. Не я один писал. То, что редко, но выпадает. Ну, Джонни Кейдж нам выпал. Мне здесь всего три перса выпало, по-моему. Опа. Куанчи. Демонический скакун. Оказывается, у меня Куанчи-то не прокачан. Holy shit. И кто у нас здесь? Вот вам, пожалуйста. Саб-зиро Крио Мансер. Те, кто не верили, теперь убедились. Три слияния. Задание выполнено. Класс. Ну, на этом, друзья, я предлагаю закончить. С вами был Фликер. Ставьте жирный палец вверх. Конечно же, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok